Ом Ти Ви Юэй про головне. Абсолютное большинство американцев считают Россию врагом и согласятся увеличить радиус действия американских ракет. Расходы на развитие культуры в России выросли в 20 раз за последние 10 лет. Такое заявление сделал Владимир Путин. Если Петр Первый прорубил окно в Европу, сегодня надо ли его закрывать обратно? Когда дует, можно прикрыть, чтобы не простудиться. У нас хорошая погода. Мы не хотим ни с кем рвать отношения. Мы этого и не делаем. Мы же ничего не захлопываем, не закрываем ни двери, ни форточки, ни окна. Подчеркнул президент и роль Петербурга как место проведения культурного форума. Город не раз становился местом, где искусство буквально вдохновляло людей. Великая русская культура? Ну хорошо, давайте поговорим о русской культуре. Значит так. Пушкина сослали, Лермонтова сослали, Достоевского приговорили к смертной казни, но пожалели и сослали. Толстого отлучили от церкви. Бунин покинул страну, Нежинский покинул страну, Теффи эмигрировала, Саша Черный эмигрировал, Мережковский эмигрировал, Гиппиус эмигрировала, Набоков эмигрировал, Кандинский эмигрировал, Шаляпин эмигрировал, Рахманинов эмигрировал, Стравинский эмигрировал, Репин эмигрировал, Михаил Чехов эмигрировал, Марк Шагал эмигрировал, Николай Бердяев эмигрировал. Да что там Бердяев? Целый философский пароход выдворили из страны, умные были не нужны. Маяковский покончил с собой, Есенин покончил с собой. Губилёва расстреляли, Ахматову не публиковали. Мальдерштама сослали и убили. Мейерхольда избили в подвалах и расстреляли. Зинаиду Райх убили в собственной квартире. Михаилса устроили аварию. Искусствоведа Лихачёва арестовали, сослали и уволили отовсюду. Вавилова год пытали. В перерывах между допросами он написал книгу «История развития земледелия», но всё написано Вавилову в тюрьме было уничтожено, как не имеющее ценности. Умер от голода. Бабеля пытали, расстреляли. Заболоцкого отправили в лагерь. В Веденский умер по дороге в лагерь. Беременную Ольгу Бергольф в подвале забили так, что она там же родила мёртвого ребёнка. Цветаеву сослали и довели до самоубийства. Латышский театр Скатовы расстреляли в полном составе. Хармса заморили голодом в психушке. Весь антифашистский комитет расстреляли. Театр Таирова закрыли. Булгакова травили и не публиковали. Пьесы Шварца запрещали сразу после написания. Пастернака травили и не публиковали. Бродского травили, сослали и выжили из страны. Солженицына травили, сослали и выжили из страны. Довлатова травили и выжили из страны. Галича преследовали, эмигрировал. Параджанова посадили. Барышников не вернулся. Нуреев не вернулся. Тарковского выжили из страны. Юрию Любимова лишили гражданства, выгнали из страны. Сахаровский центр закрыли. Мемориал ликвидировали. Озерков уволился из Эрмитажа. Буратову залили краской лицо. Весь дождь выдавили из страны. Райхель Гауза уволили. Театр уничтожают. Глуховский уехал. Звягинцев уехал. Трегулова уволили из Третьяковки. Фильма Сокурова запретили. Серебренников уехал из страны. Гоголь центр закрыли. Вырыпаева запретили. Дурненкова убрали из афиш. Акунин уехал из страны. Гребенщиков уехал из страны. И Путин, который в первую очередь говорит о людях. Вот это и разница между нами и ими. Вы говорите, Гитлера нет уже столько лет. Но дело его живет. Гитлер капут. Почему весь этот кипиш и почему они в таком возбужденном состоянии? Потому что Владимир Владимирович их опять всех уделал. Одним гроссмейстерским ходом. Идет действительно жесткая и жестокая военная операция. Наступление со стороны вооруженных сил Украины на наши позиции. Здесь у нас новые регионы. Понятно. Донецкая, Луганская республики. Запорожская область. Херсонская область. Да что ты, черт побери, такое несешь. Вот я что-то никак не могу вспомнить и увидеть никакой Херсонской сотни в составе наших войск. Десятки тысяч людей эвакуировали. Почему из них не появился вот этот вот Херсонский курение? Пол какой-то, который отвоевать будет свои собственные дома. Свою собственную землю. Выяснилось, что для нас это проблема. Почему это должны делать брянские, тамбовские, рязанские, московские мужики-то? Почему они не встанут? Скажут, Зеленский пошел вон с нашей земли. Геббельс даже, он признал, что к 43-му году советская пропаганда превзошла к Гитлеровскому. К 43-му году уже. Но у меня-то вообще была более жесткая идея. Три с половиной миллиона украинцев переехало на территорию Российской Северации. Тоже вариант. Тоже вариант. То есть почему из них не собрать добровольческие соединения? Именные и целевые. Я подчеркиваю. Но 1150 и 3,5 миллионов легко собирать. Надо эту НАТУ завалить, короче, любой ценой. По-другому и не будет? По-другому никак. Вот мы произошли так, они так произошли. У них там в 10 веке университет. Что у нас в 10 веке? Сами знаете. Ну и поэтому, а как они к нам могут относиться? Они как бы готовы съесть нас как жертву, растерзать на куски. И это нормально все. Отношение итальянцев к происходящему изменилось? Где-то 90% на стороне России. Ну посмотрите, как только это коснулось России, да, все объединились. Все нашли, за что нас ненавидят. Сколько у нас ресурсов? Все хотят. Точка. Украина. У меня сердце разрывается. Вы говорите, заблудшая овца, по-моему, страшнее. Потому что заблудшая овца, она, ну, заблудилась, ее можно вернуть. А здесь овцу похитили. Волки увели. И она стала волком. Для того, чтобы сожрать. И волк этот, он известен, он за океаном. Шайтан как бы. Ведь ваша дочка сейчас в Америке там, да? Ну, да, младший там, да. Вот этот парадокс. Хочу отдельно сказать, мы никоим образом не сеем панику, не предаемся унынию, уныния, грех. Победа будет за нами, в этом никто не сомневается. Но надо сохранять трезвомыслие и адекватность. Ситуация максимально серьезная. Такой серьезной, наверное, не было никогда. Это война. И мы воюем не с Украиной. Мы воюем с НАТО. Все серьезно. Друзья мои, мы не воюем ни с какой Украиной. Нет Украины уже год с лишним как. Мы воюем со всем НАТО и немножко больше. С 50 странами и немножко больше. Потому что мы же понимаем, что речь не об Украине. Мы уже воюем с НАТО. Российская Федерация воюет не с Украиной, не с украинским полунацистским или нацистским режимом. Наша страна воюет с 3 миллионами 600 тысячами представителей армии НАТО. Эта война идет не с Украиной, а с НАТО. Эта война с сатанистами. Это совсем другие подходы. Да никто не готовился к такой войне. Никто не рассчитывал на такую большую войну мировую. Никто не исходил из того, что все 50 стран впишутся за Украину. И армия у нас небольшая, не рассчитанная на такие грандиозные войны. Другой вопрос. Знали ли мы, что мы будем воевать со всем НАТО? Я не знаю. Знали ли мы? То есть ясно, что сейчас мы де-факто начинаем воевать со странами НАТО. Мы сейчас будем перемалывать и военную машину НАТО, и, извините, так получится граждан тех стран, которые являются гражданами стран НАТО. Исторически, мне кажется, что, в общем-то, и Украина, и украинцы вернутся домой, в Россию, в Великую Россию, и, соответственно, и Малороссия, и Новороссия присоединятся к нам вместе с Белоруссией. Вот такая программа. А дальше посмотрим. И вы, если будет все продолжаться так и дальше, я вам хочу сказать, мы смеемся про миллион, который они поставят. Мы не смеемся вообще. Они его поставят. Они его поставят. Они в открытую плюют нам в лицо. Я очень хочу верить в то, что Верховному Главнокомандующему докладывают реальное положение вещей, которое происходит, а не то, как это было до начала операции. Я не собираюсь сейчас деликатничать. В жизни всех нас на кону стоит. Понимаете? У нас один вариант есть победить. То, что происходит сейчас, я не вижу, как мы собираемся это сделать. Украина не может выиграть у России войну. Не может. Или вы что думаете? Мы сейчас остановимся. Они просто говорят, ну ладно, все нормально, будем. Американские летчики занимаются провокациями у наших границ. Над акваторией Баренцева моря истребители МиГ-29 и МиГ-31 вылетали на перехват пары стратегических бомбардировщиков. Бомбардировщиков Б-52Х ВВС США. Канцлер ФРГ Шольц заявил, что Германия должна помогать Киеву, цитата, уже только из чувства ответственности перед собственной историей.